Десятки известных спикеров, сотни гостей и тысячи книг для взрослых и детей. Всё это – краткое описание литературного фестиваля «Сила слова», который уже в третий раз проводится в Башкирском Благовещенске. Это мероприятие проходит не для количества, оно проходит, наверное, больше для качества. И у нас нет такой задачи, чтобы людей каждый год приходило больше. Хочется, чтобы приходило больше вовлечённых людей. Хочется, чтобы приходило больше тех людей, которые любят читать, которые любят культуру, которые любят кино, творчество и всё, что с этим связано. Несмотря на то, что для организаторов «Сила слова» – это не про количество, а про качество, людей на фестивале из года в год всё больше. Хейдлайнером третьего фестиваля «Сила слова» стала писательница и телеведущая Татьяна Толстая. С ней гости смогли поговорить на волнующие их темы. И, по мнению писательницы, подобные фестивали должны проходить во всех, даже самых маленьких городах. Я считаю, что фестивали нужны, нужны всякие, большие и маленькие всегда. Потому что за что же обделять маленький город? Как раз в маленьком городе внимания больше к фестивалям и к участникам, к писателям. Потому что в больших городах много разных отвлечений и развлечений. Я очень за все эти фестивали. Называется «Сила слова». Это правда. У слова есть сила. Она может преодолеть вот этот самый волшебный мир гаджетов. Программа фестиваля становится всё более насыщенной. Гости смогли послушать лекции от психологов, пообщаться с известными писателями, посмотреть на спектакль от уличного театра и, конечно же, пополнить свою домашнюю библиотеку новыми книгами. При этом фестиваль был интересен не только любителям книг. Развлекательно-образовательно-культурная часть. Она всё время меняется. Я бы мог с одной стороны сказать, что как будто бы именно по писателям, которых привезли в этом году, фестиваль более взрослый. Но я посмотрел в целом программу, сколько всего есть для детей и подростков. То есть прямо сейчас идёт лекция по романтизму в сказках. Я сам читаю лекции для такой универсальной по возрасту аудитории. Но я уверен, что на лекцию про Хоббитов, Толкина и Питера Джексона 100% придут дети и подростки. Подрастающему поколению организаторы действительно уделили немало внимания. Специально для них издатели привозят книги для детей и подростков. А спикерами становятся детские писатели, которые уверены, что дети любят читать так же сильно, как и 100 лет назад. Нужно лишь подобрать соответствующую литературу. Я думаю, что количество читающих детей, оно всегда одинаковое. Кто-то читать будет всегда, кто-то будет ни за что не будет читать. А есть такая прослойка детей, которых можно склонить, скажем так, без насилия к чтению. Для этого нужно, конечно, оснащать библиотеки. Это основная проблема, что у нас библиотеки не оснащаются современными детскими книгами. Я думаю, что главное – это рассказывать детям о современности, о современных реалиях. Не ностальгировать бесконечно по советскому детству. Потому что классика – это великолепно, но современным детям нужны книги о современности. По количеству и возрасту пришедших легко можно понять, что читать жители Башкирии любят. Вкусы у всех очень разные. Ну а на фестиваль они пришли как раз, чтобы открыть для себя новые жанры и новых писателей. Мы читаем, обсуждаем и с нетерпением ждем, когда приедете вновь, чтобы нам порекомендовать, что почитать, во-первых, по возрасту. А во-вторых, здесь самые новинки представлены. То есть все, что выпускается, здесь в первую очередь появляется. Каждый день. Но сейчас в школу немножко ленимся, а вообще каждый раз мы читаем. В четом году мы были, покупали книги. Панаклякса. Ну она мне нравится, потому что там магия. Там одного мальчика отправили в волшебную школу, где он учился магии, кататься по перилам учился. Мне очень важна духовно-нравственная составляющая. Это должно быть созвучно моей воспитательной траектории, скажем так. Шибуршарик Вася. Это инопланетянин, который прилетел на Землю к девочке Юле. По чистой случайности мы сюда пришли. Мы путешественники. Сила слова – проект, который реализуется благодаря грантовому конкурсу «Формула хороших дел» от компании «Сибур». Это промышленное предприятие, которое много внимания уделяет сфере образования и экологии. Ну и культурное просвещение для них – важная составляющая. Самое главное, что это не только бизнес для нас, это в первую очередь развитие нашего города. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» мы поддерживаем институции по семи направлениям. И вот культура – это одно из направлений. Тем самым мы комплексно позволяем жителям развиваться в городе, наполняем его культурную и событийную часть жизни. Так на два дня Благовещенца стал центром притяжения не только для тех, кто любит литературу, но и для тех, кто хочет узнать что-то новое, пообщаться с интересными людьми и найти единомышленников. Алса Гумерова, Айдар Сагедулин, телеканал ЮТВ.